Четверг, 3 сентября, Бобруйская крепость. На часах 9.30. Сегодня на главный купол собора Александра Дневского установят крест высотой 2,5 метра. Фигура из нержавеющего материала, заготовку для нее сделали в Минске, в Витебске покрыли нитротитаном, окончательный вариант собрали бобруйские мастера. Крест для каждого православного человека является символом жизни вечной. Это та жертва, на которую Господь взял все грехи человечества на себя, распялся на кресте ради всех нас, и крест является все-таки воскресенье. Это самый главный символ будущего воскресенья у каждого из нас. Возглавил богослужение протеерей Сергей Каравинский. Участие в нем приняли новое игумение монастыря святых жен Мироносец Параскева. На данный момент она занимает пост его настоятельницы, попечительский совет Бобруйской епархии и будущие прихожане. После молитв окропление святой водой. Рядом маленькая шкатулка, украшенная камнями. Внутри святыня – частичка мощей самого Александра Невского. Святый Божественный, крепкий святый до смерти, помимо нас. Проект собора в точности соответствует тому, каким он был изначально. Более того, строят его на том же месте, где стоял предыдущий. Фундамент нашли по счастливой случайности. Искали это место, где там может быть. И вот игуменья Нароиса, которая возглавляла монастырь, она сама каким-то чудным образом взяла лопату, и первым ее действием она вторгнулась прямо в плиту. Когда ее откопали, там было написано, что это плита – место, где стоял храм Благоверного князя Александра Невского. Для установки креста прибыла специальная машина МЧС – коленчатый подъемник. Обычно он применяется для спасения людей и имущества с высоты. Кран может подняться на полсотню метров. Рабочая в специальном обмундировании – страховочный пояс, каска, перчатки. Исторический момент для Бобруйска. Прямо сейчас за моей спиной начинается установка креста на главный купол собора. Работы ведутся на высоте 21 метр. Храм на территории Бобруйской крепости начали возводить еще в 2010 году. Строят шесть дней в неделю, задействован штат в 20 человек. Сейчас мы занимаемся отделкой, защитой строительной конструкции, кровельной работой. Также параллельно ведутся работы по вентиляции, гидроизоляции. То есть вот уже окна поставили. Работа проходит по плану. Готовимся к окончательной отделке и к работе в зимний период. Впереди прокладка коммуникаций, система отопления, благоустройство территории. Появятся дорожки, садовые насаждения, декоративная изгородь. Сдача объекта планируется через год. Мария Башкевич, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.